Ну что, всем приветики Катлетики! С вами Блод Линес и сегодня мы будем проходить новенькую игру под названием Яндерелла. И вы, наверное, уже смотрите и думаете, блин, как же она похожа на ту игру, которую мы проходили недавно, вот Миссоры, да? Но, в принципе, да, она очень похожа таким же стилем, практически графической новеллой, но сюжет, конечно же, тут будет немножко о другом. Конечно же, кто ее делал? Чарон, вы можете это увидеть на своем экране. И я немножко хочу рассказать, какой вообще стиль у этой игры, жанр точнее, да? Жанр будет хоррор, конечно же, и хоррор в стиле Эроге. Эроге, может, я не знаю, правильно я говорю или нет. Что же это означает? Это означает, что это будет эротическая игра. И я сейчас расскажу, что это. Японские, вот, какое обозначение? Японские компьютерные порно-игры обычно в аниме-стиле. У Эроге, выпущенные на территории Японии, есть зацензуренные куски на рисунках, так как в стране существуют строгие законы, запрещающие показ всех гениталиев. Ну, то есть, если вы порно какое-нибудь японское смотрели, или смотрели какие-нибудь, я не знаю, анимешные мультики, то они обычно вставляют такие квадратики, знаете, пиксельные, туда на место, там, члена жопы и тому подобное. Ладно, в принципе, о чем я рассказываю, я уже не знаю. Давайте начнем игру. Смысл данной игры сюжет будет о чуваке, который Хикико Мори. Я уже говорил, кто это такой на Миксоре. Я рассказывал, что это человек тот, который сидит дома, ничего практически не делает. Ну, как, он может работать, он может смотреть аниме-мульты, там, всякое такое. Но он сидит дома, он такой домашний человек. Вот такие вот дела. Но у этого чувака будут, походу, две девушки. И будет какой-то там любовный треугольник, и все это такое завязано. Короче, давайте начнем играть и посмотрим, что же там будет вообще. Вот эту игру я нашел, честно говоря, на русском, чисто случайно. Ее нигде нету, ни в Ютубе, ни где-то в каких-то пабликах. Я очень удивился. Я вчера искал картинку для Миксоры, и я нашел просто вот эту игру. Представьте, я просто охерел. Я хотел ее заменить той игрой, которую я проходил, но я, честно говоря, не знаю. В принципе, я попробую ее выложить. Посмотрим, как это будет, понравится вам или нет. Я, наверное, сегодня, да, все-таки запишу ее по второму, наверное, разу. Потому что в первый раз я записал, и там полное говно получилось. Так, давным-давно жила прекрасная, добрая девушка по имени Золушка. Хоть она была более красивее, добрее, воспитаннее, веселее, чем кто-либо, это не помогало ей. Сестры заставляли ее работать в поте лица целыми днями. Опять же, вы можете посмотреть на графику, подумать, что графика тут такая будет, но нет, это не так. Так, она будет нормальная потом. Она не могла пойти на бал, не могла познакомиться с принцем. Она ничего не могла сделать, потому что у нее не было ног. Принцесса, покрытая золой. Она что, негр? Негриттосочка. Опять же, мы видели, какие, что тут будут гротеские сцены, опять же, хоррор. Честно говоря, игры пиксельного жанра начинаются как более такие миленькие, такие игрушечки. А потом такой просто жесть, взрыв мозга происходит. Вот, первая, походу, девушка, это Хинато. А мы, походу, Ятара. Ну, почти как и то имя. Кентара, или как там? У меня уже столько имен в голове этих японских. Ятара, наконец-то я встретилась с тобой. Я так давно хотела увидеться с тобой. Эхе-хе. Прошло много времени, да? То есть, первая наша девушка, с которой мы за долгое время не встречались, и вот встретились. Я твоя невеста. Я принцесса, которой суждено стать твоей невестой. Надеюсь, ты околдуешь меня? Колдовать. Не колдовать. Я что, магом, что ли, каким-то играю? То есть, в 30 лет я знаю, что если ты девственник, да, то ты можешь стать магом. Хе-хе. Что за бред? Давайте, а ну, сколдуем спелл. Сейчас ей огненный шар прям в харю. What? Может, колдовать это означает секс или... Типа, такого нет? Ну, не, ну, в этой игре я не думаю, что тут такое будет. Первый день. Слушайте, а если бы я не колдовал тогда, что было бы? Не знаю, честно говоря, друзья, сколько тут будет концовок и вообще, что тут и как будет. Но сейчас будем разбираться. Сейчас будем смотреть и вообще ознакомиться с игрой. Что это вообще за игра-то? Потому что миксоры и что-то вообще просто... Такой... Такие концовки выдали. Ро. Родите меня обратно. Давай же. Они... Он ее шпилит. Я таро. Он... А, просыпайся. Ну да, я как всегда о своем. Просыпайся, Соня. О, тут уже другая. С такими... Лиловыми, красными... Розовыми волосами фиолетовыми, да? Ах, Ханока. Ура, наконец-то проснулся. А это кто? Доброе утро. Ты сильно ворочался, кошмар приснился. Хотя я уверен, что это был один из грязных снов. Я тебя знаю. Ага. Ха-ха. Что ты делаешь в моей комнате? Незваный гость. А ну-ка, что ты делаешь в моей комнате? А? Стой, стой, стой. Только не говори мне, что ты забыл. Я давно отправила тебе сообщение. Может, она волосы перекрасила, а то девушка. Сегодня приезжает Хината, и мы должны встретить ее на станции. А, Хината это та, да? То есть... Причите, у меня что, две девушки, что ли? Я... Кто? О боже, неужели ты забыла и о ней? Я шокирован. Это действительно ужасен. Я надеюсь, у нас тут тоже память не пропала. Потому что, если он не знает ни этой девушки, ни той девушки, то... Что за фигня вообще происходит? Хината девочка, которая уехала в Токио, когда мы были маленькими. Мы все время играли вместе. Ты действительно забыл ее? А, ну она подруга. Только что она делает в моей комнате? Точно! Ха-ха. Ты никак не мог забыть это. Мы втроем были и так близки. То есть, мы были друзьями, типа такого... Черт, ты сможешь себя контролировать? Давай, она скоро приедет. Поторапливайся и готовься. Станция находится на востоке от твоего дома. Да, интересно будет в плане того, что тут будет три... Опа, такое же управление, смотрите. Только комната, блин, комната с этого, с кривого человека или с параноика. Просто жесть. Ладно, давайте сохранимся. Я предлагаю свои услуги по сохранению. Конечно же, мы хотим сохраниться. Пока что я не скажу, что игра с чем-то необычным. Пока она движется. Кстати, даже картинка-аватарка, как у Кантара наш. Куча моей любимой манги расставлена здесь. И грязные журналы тоже. Ну, японцы, у них всегда такое, да? Да, и у русских такое, у украинцев бывает. Внутри ящика лежит куча игр. Я не могу решить, продать их или оставить. Так, хорошо. Здесь висит моя школьная форма. Я не хочу идти в школу. Это боль для моей задницы. Тебе что, задницу в школе долбят, что ли, или что? Так, внутри мусорного ведра ничего. Да ладно. Компьютер стоит. Ну, это чтобы чатиться. Смотрите, тут есть геймплей. Я думал, она будет такая же, как и та игра. Любимые тарелки мамы разложены. Пудинги. Думаю, мама купила их для меня. Тут еще остался чай. Муха плавает на поверхности. Пипец. Телефон стоил 1980 йен. Довольно дешево. Переведите в конвертере, сколько это стоит в рублях. Играть в игры на компьютере намного интереснее, чем на телевизоре. Ну да. На телевизоре пиксели не те. Смотрите, у нас есть еще одна комната. Значит, кто-то тут у нас есть. Одно из драгоценных чучел мамы. Подождите. Тут либо мама спит, либо это вторая девушка с лиловыми волосами. Так, давайте пойдем вниз. Опа. Смотрите, тут даже такой геймплей есть. А в станции возле дома, она говорила. Станция, станция. Где эта станция? Мне туда не надо. Нет, довольно интересно. Есть тут геймплей. Тут, как бы, да, переходы такие. Ага, вот она наша девчонка. Хонока. Это будет весело. Как давно это было? О боже. Самое время сходить в уборную. Описалась. Что здесь? Ладно, я сейчас вернусь. Сейчас та сразу выйдет. Сто процентов. Тут, как бы, и графическая новелла, и геймплей есть. Это, довольно, уже разбавляет игрушку. Да. Вот она, Хината. Ах. Я Тара. Это ты, Ятара? Это ты, это Ятара? Это я, Хината. Ты помнишь меня? Я переехала еще в начальной школе. Я все время играла с тобой, Ихонакой. Ага. То есть, я не понимаю, мы друзьями были или что-то типа такое? Эхе-хе-хе. Я тебя удивила? Я вернулась. Наконец-то я в этом городе. Столько воспоминаний. То есть, по-любому, то не сестра наша, потому что... Блин, она так резко в лицо начинала смотреть, я аж испугался. Ятара? Я наконец-то увидела тебя. Я так давно хотела встретиться с тобой. Ну, тут будет какой-то любовный треугольник. Это означает, что ты не сестра наша. То есть, вот такие вот планы. Это было так давно, да? Я твоя невеста. Хотя мы о ней не знаем, и она уже такое заявляет. Так, я принцесса, которая суждена стать твоей невестой. Она поехавшая какая-то. Ты кто такая? Надеюсь, ты околдуешь меня. А, ну вот, видите? И у нас опять же вопрос есть. Давайте не будем колдовать, мне нравится та больше. Пока что рано. Что это означает? Колдовать что? Она сама попыталась меня поцеловать. Эй, я Тара. Такая музыка, как будто бы я играю в какой-то мыльный мылозаводск. Ты знаешь, почему я вернулась обратно? Я скажу тебе это только один раз. Только держи это в секрете, хорошо? Я приехала, чтобы встретить твоего принца. А, своего принца. Эй! Опа, а вот и Ханока. Что ты делаешь, дурень? Отойди от хина, ты извращенец. Ну, то есть, мы сами не лезли, да? Она сама как бы шлёп. Походу, пощучину дала. Ханока ударила меня по щеке. Эй, я Тара, ты в порядке? Ханока, насилие это плохо. То есть, та ревнует, походу, к этой и что-то типа такого. Я Тара, ты балбес, не распускай руки. Только потому, что долго не видел хинату. Не, стой, это не... Ха, ты хочешь свалить всё на хинату? Ты ужасен. Давно не виделись, хината. Я давно хотела встретиться с тобой. Я тоже хотела увидеться. С вами двоими. Я рада, что вы оба такие энергичные. Ты выглядишь весёлой, это хорошо. Когда ты узнала, что ты переезжаешь, ты не переставала рыдать? Теперь я уверен, что в Токио тебе и без нас весело. Ну, я не могу сказать, но здесь мне нравится больше. Этот город намного лучше Токио. Хах. Эхе-хе, мы втроём снова стоим и разговариваем. Это как сон, который стал явью. То есть, давно друг друга не видели, и тут они встретились, и всякое такое. Но это не сон, верно, Я Тара? Я не представляю, какой тут может быть хоррор, только из-за ревности может кого-то там убить. Ущипнуть за щёку, чтобы проверить. А, а ну-ка. Хм, думаю, это был самый простой способ, чтобы проверить. Конечно, это же твоя щека, Я Тара. Ах. Эй, Ханока, Я Тара. Я хочу прогуляться с вами, как в старые времена. Хорошо, пойдём куда-нибудь. Куда пойдём? В секретную базу. Это что за секретная база-то? В секретную базу? Она же рядом. Ох. Я Тара, ты же это давно... Ты же его давно... Подождите, ты же его... Давно её видел. Что за перевод какой-то дурацкий? Там больше ничего нет. Э? От неё ничего не осталось, вполне ожидаемо. Разве? Это было давно, она теперь снесена. Я... Я всё равно хочу её увидеть. В том месте у нас было столько воспоминаний. Даже если от него ничего не осталось. От неё, наверное. Если ты так этого хочешь, то пойдём. Спасибо. Секретная база находится на западе от этой станции. Блин, я, конечно... Запад и восток хреново знают где, но сейчас разберёмся. Вроде бы слева, да? А ну-ка, давайте пройдём. Да, тут вроде как бы ничего нету. Ну, в принципе, пока что я даже не знаю, что тут может быть за хоррор. И вообще, интересная ли будет игра, потому что тут парк, походу. А, мы можем переходить, да? И, честно говоря... Ну, пока что... Пока что вроде бы такая игра странненькая. Может понравится кому, может нет. Ох. Что там? Наше секретное место. Прости, здесь уже ничего нет. Землевладелец рассредился и его снесли. Это надгробие? Я его сделал для нашей базы, знаешь? Хонока. Лихонока. Я не хотел о ней забывать. Хоть и я сюда долго не заходила. А? Я вроде бы не оставлял здесь цветы. Интересно, кто это сделал? Не говори мне, что это ты. Ятара? А, ха-ха-ха-ха. Хе-хе. Но об этом месте. Ты все-таки помнишь о нем? Я думала, что ты про него забыл. Такое чувство, как будто бы я играю в какую-то... Какое-то бесконечное лето, если честно. В конце концов, когда Хината переехала, мы перестали здесь играть. Ты перестал общаться и со мной тоже, и покрасил свои волосы. Ты даже начал ругаться со своей мамой и стал плохим мальчишкой, да? Это так? Ятара, прости меня, это все моя вина. Хината, я люблю тебя. Можно сразу признаться в любви? То есть, мы ничего не знали, да? Ну, давайте, а ну-ка, посмотрим, что будет. Хе, спасибо, Ятара. Общите, Хината... Я запутался. Хината это слева или справа? Это место навеивает воспоминания. Ханока. Здесь самый лучший вид в городе. Хотя, блин, да, я неправильно немножко сказал. Мне хотелось быть с Ханокой, ну ладно. Мы много играли здесь вместе. Ага. Мы делали нашу базу из разных материалов, которые только смогли найти. И, конечно, из нас из-за чего... И, конечно, на нас из-за этого много кричали. То есть, я что-то ничего не понимаю. Это лето будет особенным, по крайней мере для меня. И веселым. Не только для тебя, я чувствую то же самое. Уверена, что и Ятара тоже. Да, Ятара. Честно говоря, пока что такое чувство, как будто бы играешь в какую-то детскую сопливую хрень. Где хоррор, где ужас, ужасные какие-то моменты. Такое чувство, как будто бы мы школьниками каким-то играем. И они разговаривают про свои какие-то воспоминания детские. Про халабуды. Типа, ну я так понял, секретную базу. Это они имеют в виду халабуду или что-то типа такого. Стояло палящее солнце. После школы мы шли домой вместе. Ну давайте попробуем, первую серию запишем. Я не знаю, честно. Посмотрим, понравится вам или нет, стоит ли продолжать дальше. Мы всегда где-то гуляли перед тем, как прийти домой. Волевая Ханока и Кроткая Хинака. Мы вместе делали секретную базу и веселились. Каждый день мы играли до захода солнца. Когда я возвращался, мама уже готовила ужин и ждала меня. Но они школьники, видно по ним, что ну вот портфели даже у них, если так подумать. Вот так и проходили наши дни. Только вот вопрос, в каком смысле будет Эрогейта, да? Наши незабываемые летние дни. Мухината переехала и наши счастливые дни закончились. Даже когда я играл с Ханокой, я чувствовал, что чего-то не хватает. В конце концов, я перестал возвращаться домой с Ханокой. Я перестал играть с ней. Я разговаривал с ней все меньше и меньше. Я стал сидеть в своей комнате. Ханока и я постепенно отдалялись. Я понял, что единственная вещь, которую я держала на сместе, это Хината. Но Хината уехала в Токио. Странно, они разошлись, это как-то глупо, мне кажется, даже. А, ну это старое время, что было. А сейчас, зато теперь, будучи с ним плечом к ключу, я чувствую нечто странное. Немного старое, но... Если бы мы вернулись в те летние дни, то это бы описало мои чувства. Хм. Ну я понял, мы взрослые, а то я что-то подумал, что мы школьники какие-то. Думаю, блин, какое Раги со школьниками, что ли? Я что, педофил, что ли, какой-то? Это было весело. Я так рада, что мы снова собрались втроем. Ахахаха. Я так перевожу классно, интонация такая. Я даже немного устала. Ну да, это было весело. Только не говори, что сейчас тебе не весело. Уф, вы с Ятарой даже не изменились. Кстати, Хината, где ты будешь ночевать? Если тебе негде, то ты можешь остаться у меня. Спасибо, но я уже выбрал отель. Ох, хорошо, это было бы хлопотно. Давайте завтра сходим куда-нибудь вместе. Хорошо, это же летние каникулы. Надо еще что-нибудь придумать. Точно, чтобы бесконеч... То есть, как бесконечное лето какое-то. Эй, увидимся завтра. Увидимся. Хм, посмотрим. Где хоррор вообще? Странно. Ничего толком нету, как бы, такого, да? Давайте сохранимся. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, кто проходил, напишите мне. Давайте чекнем компьютер. Получено сообщение от Хонаки и Хинаты. Жду тебя на пристани, тебе лучше прийти. Я жду тебя в секретном месте. Я просто хочу поговорить о нас двоих. Так, на пристани. Пристань на востоке, секретное место. Место на западе. Куда пойти? Пойду на пристань. Мне Хонаки больше нравится. Не знаю, почему. Но, наверное, какая-то ревность будет и что-то произойдет дальше. Давайте пойдем на пристань, посмотрим, что же там будет. Пристань, я так думаю, тут, потому что... Все-таки вода, море. Вот, да. Честно говоря, напоминает чем-то, как Магека, что ли. Или стиль такой, вот как они ходят, как-то довольно странно. Хотя, разработал Чарон, а Магека Касл вроде бы Магека какой-то разработал. Ятара. Ты это сделал? А, ты это сделал. Ты оставил там эти цветы? Я была приятно удивлена. Хорошо, что ты сделал это. Я... Я тебя недооценивала. Сожалею. Ты меня смутила. Ага. В этом нет ничего такого. Не то, чтобы я в тебя влюбилась или еще что-то. Только не наглей. Я просто переоценила тебя. Так что не думай о себе многого. Ага, такая прям царевна. Которой не подобьешься. О чем ты думаешь? Когда Хината переехала, ты перестал общаться со мной? Ты больше не играл со мной и решил перекрасить волосы в этот цвет. В дебильный, блондинистый тоже. Вот пацаны с блондинистыми цветом волос, это бред. Особенно еще, когда перекрашиваются. Ты начал перерекаться с учителями и своей мамой. Мне было одиноко. Хах. Почему они вместе не остались? Тоже бред какой-то. Но я думаю, это единственное, что в тебе изменилось. Ты до сих пор дрожишь воспоминаниями. Это одна из твоих хороших сторон. Но Хината не останется здесь навсегда. Она просто приехала сюда ненадолго. Ты снова будешь сидеть в своей комнате, когда Хината уедет? Я имею ввиду то, что нужно начать меняться. Я тебя не заставляю, но все же. Я просто хочу, чтобы ты был более счастливым. Хм. Уже поздно. Думаю, я сейчас пойду домой и лягу спать. Ладно, я Тара. До завтра. Мне кажется, с этой лучше оставаться, потому что все-таки она такая как бы... Но она всегда рядом и... Не знаю, почему они перестали общаться тогда. Это, может быть, будет потом ясно. Но... Та опять уедет и... Тоже. Уже ночь. Сегодня действительно было весело. Интересно, что будет завтра? Я тихо закрыл глаза с этой мыслью. Второй день. Так. Утро. Получено новое сообщение. Анот Хонаке. Ждем тебя в парке. Давай пойдем куда-нибудь вместе с Хинатой. Оно пришло 30 минут назад. Надо бы поторопиться и дойти до парка. Ага. А сохраниться нам дадут? Да, дадут. Ну что, друзья, тогда мы на этом моменте заканчиваем. Я не знаю, пишите свои комментарии по поводу этой игры. Стоит ли дальше ее проходить или нет. Конечно же, когда я берусь, я прохожу все до конца. Но я, честно говоря, не знаю, понравится вам такое или нет. Так как, ну, блин, как-то сильно ванильно все. И вообще такое чувство, как будто бы... Ну, нет, это не хоррор. Это, может быть, потом будет хоррор какой-то. Может, какие-то моменты будут. Драма. Это больше на драму похоже. На какую-то такую мелодраму, можно сказать. Ну, а с вами был Блуд Линес. И, я не знаю, пишите комментарии, ставьте лайки. И я, наверное, сделаю ту игрушку, которую я хотел. Там настоящий хоррор. Всем пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok